Привет, мои хорошие! Что делать, когда все идет не так, как хотелось бы? У меня сразу для вас есть несколько хороших новостей. В нашей жизни, если вы понаблюдаете, то вы обратите внимание, что в нашей жизни, в принципе, всегда все идет не так, как хотелось бы. И это первая новость. А вторая новость заключается в том, что каждая в вашей жизни ситуация, сложная ситуация, в которой вы оказываетесь, она является самой-самой сложной. И если вы сейчас находитесь в какой-то сложной ситуации, она будет самой-самой сложнейшей. Почему? Потому что она находится сейчас, она происходит сейчас. Те сложные ситуации, которые у вас происходили в прошлом, они уже не кажутся такими сложными, потому что их по факту уже сейчас нет. Но об этом мы поговорим немного позже. Итак, когда все идет не так, как хотелось бы, у нас происходит некий хаос. И в этом хаосе нам нужно навести порядок. И, конечно же, я вам предлагаю хорошее упражнение, которое называется Декартовые координаты. Берете лист бумаги, разделяете его на четыре части, и у нас будет одна ось, влияю или не влияю, вторая ось, переживаю и не переживаю. И, соответственно, нам нужно заполнить этот лист. Начнем с первого квадранта, который называется переживаю и влияю. Что здесь может оказаться в этом квадранте? Ну, например, я переживаю за свое здоровье, и я на него могу влиять. Вношу это сюда. Я переживаю о своем достатке. Да, конечно же, я переживаю, и я на него могу влиять. И, соответственно, его тоже вносим в этот квадрант. Переходим ко второму квадранту. Не переживаю и влияю. Здесь находятся те вещи, которые у нас под контролем. Например, наш быт. Мы на него можем влиять, и мы его контролируем. Наше настроение. Мы на него можем влиять, и мы его контролируем. Наша работа. Наша работоспособность даже. Мы на нее можем влиять, и мы ее тоже контролируем. Заполняйте эти пункты, задавайте себе соответствующие вопросы. Переживаю и влияю. Влияю и не переживаю. А дальше мы переходим к другим двум квадрантам, которые тоже имеют огромный смысл. Смотрите, вот этот квадрант, назовем его третьим. Он называется «Переживаю и не влияю». Здесь находятся все события, на которые вы никак не можете влиять. Ну, в моем случае, допустим, это рынок, рынок моих услуг. Я на него, в принципе, сильно влиять не могу. И, допустим, курс валюты. У вас здесь будет что-то свое. И в этом квадранте тоже нужно собрать список определенных вещей. Но есть четвертый квадрант, который называется «Не влияю и не переживаю». Например, я не влияю на жизнь каких-то знаменитостей, я о них не переживаю. Я не влияю на жизнь тех людей, за которыми я слежу в социальных сетях, и я об этом не переживаю. И, допустим, я не влияю на жизнь кота моего соседа, и я об этом тоже не переживаю. И в чем здесь фокус? Когда вы проделаете данное упражнение, когда у вас уже будет список, у вас уже станет меньше тревоги. Почему? Потому что есть некий порядок. Есть вещи, которые вы контролируете. Есть вещи, о которых вы переживаете. Есть вещи, которые от вас не зависят. И есть вещи, на которые вы и никак влиять не можете, и никак не переживаете. Каждый квадрант сопутствует какая-то эмоция. Например, если мы говорим про квадрант «влияю» и «не переживаю», это то, что у нас под контролем. Здесь у нас эмоция идет спокойствие. Здесь у нас происходит здоровая активность. И здесь у нас происходит такой сознательный контроль всего, что с нами происходит. Извините за тавтологию. Дальше. Есть квадрант «влияю» и «не переживаю». Здесь как раз таки у нас есть эмоция тревоги и беспокойства. И это тот квадрант, на который стоит обратить внимание на те вещи, которые здесь есть. За те вещи, которые вы переживаете, но на которые вы влиять можете. И этому квадранту нужно уделить особое внимание и начать предпринимать какие-то действия для того, чтобы вещи, которые написаны здесь, они плавно перекочевали сюда, в этот квадрант. Дальше. Следующий квадрант «переживаю и не влияю». Здесь у нас, конечно же, кроются всевозможные угрозы. И эти угрозы очень сильно влияют на нашу активность и на нашу психику. Почему? Потому что здесь от нас ничего не зависит. Стресс и угрозы. И здесь нужно либо постараться начать каким-то образом на это влиять, если вы имеете такую возможность. Ну вот я, допустим, не умею влиять на рынок. Я, допустим, не умею влиять на курсы валют. И здесь какой мой будет выбор? Отпустить ситуацию. То есть, если я на это не могу влиять, значит, мне нет смысла об этом и переживать. Ну и последний квадрант «не влияю и не переживаю» это белый шум. Это некое безразличие к нашей жизни. И в какой-то степени даже уход от реальности. И что вам нужно сделать, мои хорошие? Посмотрите внимательно на то, что у вас получилось. И ваша задача, чтобы вы обрели некую спокойность, уверенность, умиротворенность в какой-то степени. Другими словами, обрели контроль над своей жизнью. Вам нужно постараться вещи из... Даже не вещи, а ваше внимание перевести вот в этот квадрант. Там, где вы и влияете, и не переживаете. Тогда вам будет хорошо, соответственно, и спокойно. Если мы говорим про квадрант «не влияю и не переживаю» это те вещи, от которых вообще в принципе можно было бы отказаться. Если мы зависаем в социальных сетях, если мы следим за какими-то вещами, которые вообще никаким боком нас не касаются, то мы здесь в какой-то степени уходим просто от реальности, и мы не живем свою жизнь. Это грустно, согласитесь. Проведя такой анализ по декартовым координатам, вы уже сможете существенно изменить ваше отношение к текущей ситуации, которая в вашей жизни происходит, и начать действовать. И это прекрасно. Если вам нужна в хорошем качестве фотография вот этих декартовых координатов, вы их сможете найти в нашем телеграм-канале, ссылка есть в описании. Ну а мы переходим к следующему упражнению, которое вам очень сильно поможет сделать некий рефрейминг, некий другой взгляд на ту ситуацию, в которой вы сейчас находитесь. В чем смысл этого упражнения? У вас есть временная линия, прошлое, настоящее, будущее. Вы находитесь в точке настоящего, и вы, возможно, не знаете, что вам делать и как вам действовать. Это нормальная ситуация, вы в ней сейчас находитесь. Ну уж извините, как есть. Может быть, кому-то не хотелось бы, чтобы я называл эту ситуацию нормальной. Но тем, так или иначе, вы находитесь здесь. И если вы посмотрите в прошлое, в свою жизнь, то вы найдете одну, а может быть, даже несколько ситуаций, в которых вам было так же сложно, а может быть, еще намного сложнее, чем вам даже сейчас. Я вам даже сейчас могу привести один такой пример из моей жизни. Когда-то я работал в своем же автосервисе мастером, и у нас случилась такая ситуация. Пригнал клиент автомобиль и оставил его на ремонт. И сразу мы неверно оценили стоимость услуг. И, в общем, когда мы разобрали автомобиль, оказалось, что там повреждений намного больше, чем мы сказали клиенту. Естественно, мне как мастеру нужно было позвонить этому клиенту и сказать, что стоимость ремонта увеличивается, ну потому что. И мне было не очень удобно и не очень комфортно это делать, но я позвонил этому человеку, сказал, что вот такая ситуация, там сбросил ему фотографии, объяснил, и он вроде как согласился. Но для этого человека очень важно было, чтобы мы сделали этот автомобиль к определенному сроку. И когда сотрудники начали делать этот автомобиль, получилось, что, естественно, срок работы несколько растянулся. И подходил уже срок, который мы оговаривали с клиентом, и случается вот такая неприятная ситуация. Что-то происходит у того сотрудника, который занимался ремонтом этого автомобиля. Там, я не помню, то ли кто-то там из родственников у него в аварию попал. Ну, в общем, что-то серьезное для него. И этот сотрудник не выходит на работу, естественно, а у нас уже срок сдачи автомобиля вот очень-очень близко. И я помню, что мне, естественно, я понимал всю сложность ситуации, что мне нужно позвонить этому человеку и сообщить, что его планы как бы отменяются, и мы не сможем отдать ему автомобиль в установленный срок. И я помню, насколько тогда тяжелой и безвыходной казалась мне эта ситуация. Я находился вот в точке прошлого. Я помню, что я, не знаю, часа два или три подбирал какие-то слова. Я боялся взять трубку, я боялся ему позвонить, ну и так дальше. И это было прям очень тяжело, потому что уже некий негатив исходил от этого клиента. Ну и в конечном итоге, естественно, я этому человеку позвонил. Естественно, я ему рассказал все как есть. Естественно, я в ответ услышал очень много неприятных слов о себе. Но с другой стороны, я не видел выхода, как мы можем разрулить эту ситуацию по-другому. То есть, я находился вот в такой безвыходной ситуации. Но я здесь хочу обратить внимание, что были очень сильные чувства и переживания, которые меня блокировали от неких действий. И что я вам предлагаю делать? Мы сейчас делаем упражнение. Вот вы находитесь в текущей ситуации, она не простая, она не самая легкая. Вы находите в прошлом некую ситуацию, где вам было невыносимо тяжело, вот как я вам рассказал. И сейчас, глядя из точки настоящего, глядя туда в прошлое, вот я сейчас представляю себя в прошлом, и я могу сказать тому Юрию Пузыревскому, сказать, Юр, ну в принципе, ты в этой ситуации ни на что не мог влиять, и ты сделал все правильно. Молодец. И ты сейчас к этой ситуации будешь относиться вот из будущего, абсолютно как к некому орешку, к некой семечке. Она ничего не значит, она просто была такая, как есть. И то есть здесь я из настоящего говорю себе какие-то слова, себе в прошлое, тому, который находился в сложной ситуации. И эти слова нужно запомнить. Если бы я сейчас из настоящего хотел подбодрить того Юрия Пузыревского, который в прошлом, я бы сказал, да расслабься, приятель, слушай, ты делаешь все, что есть в твоих возможностях, и эта ситуация не стоит таких сильных чувств. Вот, вот, чтобы я сказал тому себе прошлому. И эти слова очень важно записать и запомнить. А теперь очень важно, теперь очень важно перенестись в некое будущее, которое вы себе желаете. И представить, находясь в настоящем, что есть некий вы в будущем, который вам оттуда, из будущего, отправляет те же самые слова. Да ладно, приятель, расслабься, все у тебя в порядке, эта ситуация не стоит того, чтобы ты так сильно переживал. И когда вы проделаете это упражнение, когда вы со вкусом, с должным уровнем погружения сделаете это упражнение, вы поймете, что да, действительно, эта ситуация мне сейчас кажется очень серьезной, потому что вот тогда мне эта ситуация с этим автомобилем казалась прям вообще неразрешимым, вот прям самым сложным, что самой сложной задачей. И сейчас у меня есть какая-то ситуация, которая мне может казаться неразрешимой и самой сложной задачей. Но когда я слышу голос себя же самого с теми же нужными словами поддержки из будущего, я понимаю, что да, я через полгода, год к этой ситуации, которая у меня здесь есть сегодня, в текущей действительности, я буду относиться точно так же, как я сейчас отношусь к той ситуации с тем клиентом и с тем автомобилем. И это очень сильно помогает жить, это очень сильно расслабляет и очень сильно дает вам ресурс. Эту технику я рекомендую вот прям поставить видео на паузу и сделать ее вдумчиво. У нас сегодня прям два упражнения. Первое, это сделать декартовые координаты, чтобы внести некий порядок в хаос. А вторая техника, которая действительно помогает изменить отношение к текущей ситуации. Ну и, конечно же, мои хорошие, если вы хотите иметь еще больше возможностей работы над собой и еще больше ресурсных техник, я вас приглашаю на свой видеокурс NLP-практик, который славится своим огромным сообществом тех людей, которые могут поддерживать друг друга. Переходите по ссылке в описании, изучаете программу, выбираете тариф, который для вас подходит и получаете доступ к сообществу и огромному количеству видеоуроков, которые будут вам структурно и пошагово помогать. Менять свои привычки, менять отношение к жизни, улучшать качество коммуникации, там вы даже научитесь эриксоновскому гипнозу и многим техникам, которые помогут вам стать лучше. Ну а в завершении этого видео я хочу вам рассказать одну метафору, которая тоже, я думаю, в какой-то степени может повлиять на вашу жизнь. Один мастер пошел со своими учениками в поход. И, конечно же, во время похода им захотелось пить. Они сделали привал под таким большим лиственным деревом, они разбили небольшой лагерь в тени, и рядом было озеро. И тогда учитель попросил ученика принести воды, чтобы попить. А когда ученик пошел, он увидел, что это озеро переходит вброд стада коров. И, естественно, поднялся ил, вода стала очень мутная, грязная. И ученик решил не набирать воду. Он пришел к своему учителю и говорит, ты знаешь, эта вода, в ней очень много грязи, ее нельзя пить. Тогда учитель сказал своему ученику, ну хорошо, принеси мне просто воды. Тогда ученик пошел снова и увидел всю ту же самую картину. Очень много мусора в воде, все поднялось. И он вернулся к учителю снова и говорит, ты знаешь, эта вода очень грязная, ее нельзя пить. Но мастер сказал, просто принеси воды. И когда в третий раз ученик пошел к воде, весь мусор осел, и вода в озере была кристально чистая, он набрал воды, подошел к мастеру и говорит, вот вода, которую можно пить. И тогда мастер спросил у него, а что ты сделал для того, чтобы вода стала чистой? Ученика этот вопрос мастера поставил в некий тупик, потому что на самом деле он вроде как ничего не делал. И тогда учитель ему сказал, ты просто проявил терпение. И пока ты ждал, вода сама очистилась. На этом на сегодня все, мои хорошие. С вами был Юрий Пузыревский. Делайте техники, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и будьте счастливы.